Продолжение следует... По нашим данным, здесь на площадке находятся два участка. До недавнего времени один участок имел назначение землесельхозназначение, но с апреля 2021 года назначение земельного участка было изменено на недропользование. Спустя всего несколько месяцев надзорные органы снова нашли серьезные нарушения природоохранного законодательства. Нарушителям грозят новые проверки и штрафы. Никто на их проделки закрывать глаза не собирается. Скорее наоборот. Общественные инспекторы будут регулярно наведываться и следить за тем, чтобы пойманные за руку нарушители больше не выходили за рамки закона. И по нашим предположениям, что не имея разрешительной документации, уже начинается добыча. А у нас есть основания предполагать, что промкомплекс будет всячески пытаться уйти от ответственности. Чего только стоит их заявление в арбитражный суд с требованием отменить административное наказание, которое Минэкологии вынесло в апреле. Но не тут-то было. Изучив доводы сторон, суд подтвердил выявленные нарушения и оставил в силе решение привлечь нарушителей к ответственности. И мы полностью поддерживаем решение суда. Ведь в результате деятельности горе-предпринимателей страдает не только природа, но и животный мир. Так, по мнению орнитологов, место незаконной разработки торфа является ореолом обитания краснокнижных птиц. Одна из них — выпь. В случае опасности она замирает, принимая неподвижную позу и легко становится жертвой работающей техники, которая мощными ковшами разрубает землю вместе со всем живым на своем пути. По последним данным, выручка компании составила 43 миллиона рублей. Ради этих денег промкомплекс снова и снова идет на экологические нарушения. А вот и имена людей, которые беспредельничают в Дмитровском районе. Итак, учредителями ООО «Промкомплекс» являются Попов Виктор Валерьевич Капустин Алексей Александрович Паленов Виктор Анатольевич Парамонов Алексей Алексеевич Почти все они — владельцы нескольких других компаний, проверкой которых мы в скором времени обязательно займемся. Продолжение следует... Продолжение следует...